Как часто Не туда смотрели На взгляд прикован был земле Не видели мы раньше Цели, разглядя Бога На кресте Господь живаю Помоги К небесной Цели мне Прийти В саде мне Видишь меня Ты Без тебя не могу Без тебя не живу Ведь тебя, Иисус Очень сильно люблю Все в мире так перевернулось Зло называется добром Любовь на Бог хотя вернулась Ну а святая жизнь потом Как чувства ослепляют разум Как ослепляет мироблеск У парадокса есть сарказм Но у Иисуса есть ответ Как жить свободе и без страха Как начать верить в то, что ты Был сотворен не только врагом Но чтоб исполнились мечты Господь Господь Взываю Помоги К небесной Цели Мне Прийти Стать Тем 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 Я Без тебя не Могу Без тебя Не Живу Дебя Иисус Очень Сильно Люблю Без Тебя не могу, без Тебя не живу, Ведь Тебя, Иисус, очень сильно люблю. Без Тебя не живу, Ведь Тебя, Иисус, очень сильно люблю. Спасибо, с праздником Вас любимый. Thank you very much. Happy Anniversary. Hallelujah. Thank you very much. It was a present for you. And now I would like to turn, and you will see a pastor. Please follow her. She will tell you everything, what is going on here. So please, look at Pastor Larissa. She will take you with her. She will talk to you, and she will explain to you everything. Let us greet our guests one more time. Dear friends, we are continuing our great holiday. Let us congratulate each other one more time on the birthday of the church. Happy birthday, church. We are 17. And now we are inviting to the stage, and we are greeting our neighbors, Vyshnyovar town, Ukraine, and we bow before you. For the presentation, we are inviting onto the stage, the pastor of the church in Vyshnyovar city, and the leader of many social organizations, the deputy mayor of the city, pastor Сергей Pyshny. Happy birthday, church. Happy birthday, church. One minute. It was mistaking at the beginning, because I didn't come here to present the work of Vyshnyovar city. I came to the stage so that to present one of the movements, one of the directions in which our church works, the whole church works. So, now, on this stage, I'm here to present only one of the directions, and this is the direction of work with the elderly people, and I would like the elderly people to come to the stage. See, again, these are the people who are worthy of our applause. These are the people who are worthy to be honored. You're the people who are worthy of our love. You're the people He's a great song. He's called you for the blessings, for the great push, to be the last of the freedom and salvation. He's called you for the strength. He's called you He's called you to be the one Господь, Господь, это церковь, которая проникает во все сферы общества. И у нас никто не забыл. Аминь. И мы не забываем о нем. Мы не забываем о детей, не забываем о молодых людей, не забываем о женщинах, не забываем о женщинах. Мы не забываем о молодых людей, потому что они São счастливыми онлайнами. Они довольны удовольствия. Это не так легко для них, чтобы приехать на сцену, но я бы хотел сказать, что они лучшие люди в Боге. Они стойкие воины, которые всегда стоят в молитве, которые всегда стоят в проломе, которые ходатайствуют, которые стоят, поддерживают руки нашего апостола. Это люди, которые по-настоящему достойны того, чтобы их уважали. Да, давайте пусть не прекращаются аплодисменты. Давайте продолжим аплодисменты. Поехали. 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 Экология и социальная департамента. 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 потому что они всегда были научены быть верными людьми. Но у нас была одна из причин, так как мы презентуем сегодня, и только служение. Мы презент today, не только служение в Украине, Россия, Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербург, Россия. Мы, к сожалению, все служители смогли приехать, и не все команды смогли приехать. Потому что это действительно люди, которые в 60 лет, не все время сегодня, но только сейчас, присаживаясь на этой сцене. Здесь присутствует 13 общественных организаций, которые смогли только приехать, взять участие. Но на самом деле, по статистике, у нас около 40 общественных организаций только в Украине, которые постоянно занимаются людьми пожилого возраста. Они собираются в форме клубов, форме общений, форме служений. И ежемесячно все это движение по Украине охватывает около 10 тысяч человек, людей, которые постоянно собираются в клубы и делятся, слушают Слово Божье, почитают живого Бога. Давайте дадим Богу славу за это. Откровенно хочу сказать, что это одно из самых молодых вообще движений в Украине. Потому что относительно недавно это движение начало распространяться по всем регионам. that movement has been spread, and this movement is less than two years ago. We started social organization less than two years ago and we were thinking how to call this organization as we call this Young Guards. So do we have Young Guards here? This is a great name, which we gave to the social organization. И это действительно люди, которые всегда молоды душой. На сегодняшний день у нас постоянных членов Клуба Молодой Гвардии около 200 человек. Это люди, которые постоянно собираются не на церковных служениях, а которые постоянно, регулярно, ежемесячно, собираются отдельно в формате служения для пожилых людей. И я сейчас хочу представить вам одного из лидеров, из предводителей, человека, которого в субботу будут рукоополагать на социального пастора, это Погаси Людмила Георгиевна. Добрый день, дорогая церковь. В первую очередь, я хочу начать с того, что я хочу поблагодарить нашего пастора Сандрея. Пастор, я не ошибусь, если я скажу от имени всех людей. Большое вам спасибо и низкий-низкий вам поклон за то, что вы научили нас любить. Любить по-настоящему, любить не только наших родственников, наших родных, наших близких, а просто любить людей. И вот от этой любви, от того, что эта любовь наполняла наши сердца, мы начали это служение. Мы хотим эту любовь дарить тем людям, которые так нуждаются. Люди, которым уже за 60, которым за 70, за 80. Они, даже если у них есть семьи, они очень одиноки. Потому что дети повырастали, у детей и у внуков свои проблемы. И им очень хочется общаться, им очень хочется рассказать, поговорить, пообщаться. Но на это общение нет времени. И вот для того, чтобы они пообщались, для того, чтобы они нашли выход, для того, чтобы они занялись, чтобы они почувствовали, что они нужны кому-то, мы и создали это служение. Золотая очередь. Ой, молодая квартира. Я вам хочу сказать, что это заветная мечта нашего пастыря. Не только нашего пастыря Сергея Васильевича, но и нашего первого пастыря Александра Маломедова. Это было до того они хотели, чтобы оно уплатилось. И только год спустя, больше года, в сентябре 2009 года мы образовали этот клуб. Это такая разрядка для людей. Мы очень их любим. Мы дарим им любовь. Мы дарим им общение. И они с таким удовольствием. Они с такой надеждой идут, потому что они чувствуют, что они нужны. Вы знаете, уникальность этого служения заключается в том, что людей пожилого возраста невозможно обмануть. Их невозможно обмануть или каким-то образом ввести в заблуждение. Это люди, которых обмануло государство. Это люди, которых обмануло государство. Это люди, которых обижали на улице. Это люди, которых обижали на улице. Это люди, которых очень много жизненных ран. И это люди, которые уже никогда не поддадутся согласно, если что-то не по-настоящему. Поэтому то, что эти люди стоят на сцене. И то, что эти люди тысячами собираются в клубах на местах, в регионах. Это говорит о том, что есть неподдельная настоящая любовь и забота. Это означает, что мы реально share любовь и мы реально care о них. Эти люди невозможно обмануть. Они верят в настоящую любовь, в настоящую заботу. И когда они приходят в клубы, и они видят, что есть что-то настоящая, настоящая забота и настоящая любовь, они остаются. Дети люди остаются верными навсегда. Пастор, я хочу сказать, что вас любят. 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 что эту медаль и это удостоверение вы заслуживаете больше, чем кто-либо другой. Поэтому я сегодня вам его вручаю, Пасты. Медаль, вот чего у него. И в прошлом году, наша страна отметила 65 лет со дня победы. И к 65-летию со дня победы каждому ветерану, который дожил до этого времени, была вручена государством медаль. Но есть большая победа действительно, потому что это была мужественная война. Наши люди мужественно сражались вообще. Но то, что сегодня находятся люди, находятся служители, которые берут ответственность, которые берут ответственность за их судьбы, государства, которые не почтили этих людей, государства, которые не вспоминают их, может быть, подвиг души вообще. Но сегодня находятся люди, которые служат этим, пожилым людям, и которые действительно взяли ответственность за их судьбы. И вы, пастырь, еще. Пастырь, еще. Пастырь, еще. Вы снимаете или нет? Вы снимаете все, надо это снимать. Пастырь, а это вам и вашей семье от наших бабушек, которые от наших молодогвардейцев, которые приходят к молодому вардию. Поэтому мы сегодня объявили. Памушки всегда ассоциировались с пирожками и булочками. Это вручаем му. Это вручаем му. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Всем вам. Я буду говорить на английском. Подождите. Я сейчас хочу говорить на английском, поэтому нужен перевод. Хочу объяснить, то, что происходит здесь, это очень значимое, это очень решающее событие. Потому что я знаю, что у нас есть много очень уважаемых спикеров. И они возьмут и повезут это видео к себе в страны. Я хотел бы, чтобы они могли понимать, что здесь происходит. Знаете, когда мы только начинали церковь, в основном мы работали следующим образом. Мы евангелизировали и приглашали людей в церковь. Но потом, со временем, мы поняли, что не все категории людей смогут прийти в церковь. Поэтому нам нужно идти к ним. И статистика говорит, что даже если абсолютно все церкви мира будут просто забиты, заполнены людьми, то это составит всего лишь 5% населения мира. Поэтому все люди никогда не смогут прийти в церковь. Они находятся там, на своих местах, где они живут и трудятся. So, in our church, because they will not allow us as a church, as religious people, to go into the elderly's homes or, you know, the invalid's homes. So, we started a movement that is called social pastoring or social ministry or NGO services. So, through those NGO services, we bring the gospel to the places where people don't normally go to church. And, соответственно, законам нашей страны, к сожалению, мы как церковь никогда не сможем пойти в школы, в институты, в детские дома, в дома престарелых, просто как христианская религиозная организация. И поэтому мы нашли выход. Мы регистрируем общественные организации, которые являются субъектами в этом государстве. И они имеют право идти в школы, в институты, в дома престарелых, туда, куда мы как церковь не можем пойти. И одна из таких сфер, одна из категорий людей, где люди, к сожалению, не часто смогут прийти в церковь, это категория людей старшего возраста. И эта категория людей больше всего нуждается в Господе. Потому что через какое-то время они встретятся с Ним лично. В последние два года, мы уже начали ручить от этой компании, не привыкли в奥, потому что заиндить их к учащению, потому что заиндить их к учащению, где они живут, и заиндить их кучей, чтобы противarlos привезли. То есть мы решили, что мы западели, мы удадимим пасту, и социальные пастуру, которые будут идти к этим тюрьму для них, и привезли. И что касательно смперия других людей, мы привезли чуть линими, мы имеем 10,000 от них, И поэтому мы сделали такие социальные церкви, мы их называем. Каждую неделю мы достигаем более 10 тысяч пожилых людей. Мы идем к ним. Бог идет к ним через нас. То есть каждую неделю, вместо того, чтобы они приходили в церковь, они не могут прийти, но мы идем к ним, и мы достигаем каждую неделю более 10 тысяч пожилых людей. И для этой работы мы открыли более 40 общественных организаций. И эти организации, они идут и достигают этих людей там, где они есть. В больницах, в домах престарелых. Это социальная церковь. И у нас есть несколько социальных пасторов, которые ответственны за это движение. И это социальная церковь, это явление, о котором я говорю, оно распространяется не только на людей пожилого возраста, но на все категории людей, которым трудно прийти в церковь. На больных, может быть, глухих, слепых, людей, которых нет физической возможности прийти в церковь. Мы достигаем их там. И таким вот образом через социальную церковь, каждую неделю и каждый месяц, каждую неделю посольство Божье достигает 100 тысяч человек через социальную церковь. И вот этот мужчина, который отправился через Гавриловну, Гавриловну, Георгиевну, И вот то, что произошло сейчас, есть один ветеран Великой Отечественной войны, и, к сожалению, он не смог приехать, потому что у него нет ног, он не может передвигаться. И он, может быть, лично меня не знает. Мы, может быть, даже никогда не встречались лично. Но он знает, что я старший пастор этой церкви. А именно он выполнил. the 65th anniversary of the victory over Hitler and the Second World War and gave them a lifetime gift of medal, national honor to honor them for their sacrifice in the Second World War and he took his medal, the national gift, the honor that the nation gave to him and decided to give it to me and doing that now, yes. So, for them, for them, for these for these old people, the veterans, this is what they treasure most in their life because this is a sign of their fate of their victory and of their success in life, of their attainment and their achievement in life. And they are supposed to be receiving money for this every month from the government. And they are supposed to be receiving money for this every month from the government. But he decided to give it to the pastor Sunday. But he decided to give it to the pastor Sunday. And the reason the person is doing this, as I feel, is because this country is always making, you know, is always criticizing our church and churches like this. So, but this man is protesting against the position of the government and saying what the government has given him, thinking that he deserves. He is saying no, the people you are criticizing are the real ones that deserve this honor. And how I understand, this veteran, he, who knows, that the government is constantly criticizing our church, when he took it from the government, he took it from the government, he took it from the government to the government. то ветеран в знак протеста против преследования нашей церкви он решил передать эту медаль от правительства пастору чтобы сказать, что это он тот, кто заслуживает медаль от правительства в этой стране и я так чувствую, я очень благодарен, но мне хотелось бы вернуть ему потому что я знаю, насколько это ценно медаль для него но пастор мой объяснил мне, что для этого ветерана это будет как пощечина поэтому со всем почтением я хочу принять эту медаль с благодарностью я хочу еще пригласить сюда лидера одной из общественных организаций это пастор Андрей Кушнир, это то, что пастор говорил, очень много пожилых людей, которых мы посещаем на дома потому что они не могут ходить, они не могут ходить, они не могут ходить на наши собрания и это лидер одного из движений, которые посещают людей по домам с днем рождения церкви, с днем рождения пастор я вышла с небогащищенным числом нашей команды, служить пожилым людям, это честь от Бога потому что я хочу сказать, что это самое лучшее, что намерно дал мою поколение сегодня, Господь это старше поколение, потому что у них вся молодость и для людей, которые, к сожалению, в связи разных причин, объявлены сегодня и общество, внимания от общества они не имеют свои детей, и честь, которая им принадлежит по правилу, у них ее нет поэтому Бог призывает нас сегодня, это честь случай и когда мы пекасах с одним домах пристарелись, а не мы приходи к Пекаме и когда мы приходим к Пекаме с людям, они начинают свой дух так то нам просто даже не любят его Бога, и они любят его так, что мы не видел их этих людей, они не хотели, у них достаточно сил, чтобы родители Бога за спасение всех проживающих на этой земле They become so faithful to God that they pray for everyone, for people who do bad actions, who do good actions. They pray for the government. They don't care whether this government is good for them or bad for them. They love God and they love people. So I think that this is a big honor for us. It's a big honor for the young people who are just starting to fulfill God's calling. Because Jesus once said, serve. He also said that honor your parents and as we honor the elderly people in such a way, we also show our honor to mothers and fathers, to our parents. And as the, for the ending of our presentation, I would also like to give the word to the, one of the leaders of the social organization in Грибонки city. He is dealing with the movement for the elderly as well. He was the assistant of the procurator in his city. Good afternoon, dear church. I would like to present the ministry, the ministry for the children of war. These are the children who were born between 1932 and 1945. For today, government doesn't pay enough pension, doesn't pay 30% to the pension that they have to pay for them, but government doesn't do this. So if to take our small town, with population 22,000 people, among those people only 2,125 people, children of war. So these children, these people, all in all, they don't get a huge sum of money to their pension, if to count it all in all. So I decided to solve this problem, and I went to the city council, I informed people about this, and there were so many people who were crying. They came to the city council as well, they were crying, because they can't do anything, they can't walk, it's difficult for them. And I decided that I will solve this problem, and I decided that I want to help the third part of these people. You know, I have never seen how much, I have never seen people crying so much, because they don't get this money. But when we get people, when we started to help people, and when we started to see their smiles, according to the law, you know, these people are called not protected people of the population. And it's really so, they are not protected, they are not protected by government. And when we organize meeting for such people, it's also great. I will not stop in details about, I will not speak a lot about this direction, but if you have any questions about this, because I know that there are so many people who are called children of war, and they do not get enough money to their pension. So if you are interested in this question, and if you would like to solve this problem in your region, or if you know such people who have the same problem, please write down my telephone number 066-759-36-59. I repeat. 066-759-36-59. Happy birthday, church. Anatoliy is a professional lawyer, and we invited him into our social organization only once. And for this one time, we gathered together about 300 people, and we even didn't expect that these questions are urgent. And these are the people who are the members of our club already. These 300 people, they are members of our club. So, dear friends, as a responsible church, which takes responsibility for the whole society, for all the spheres in our society, let us also take responsibility for those people who are closer to God, who can meet Jesus very soon. And let us take responsibility for the fact that these people could meet Jesus. And if you have questions, please call this telephone number, and we will help you. Thank you very much. Thank you, dear members of the young God. And pastor, they ask you to pray, because it is difficult for them even to stand on the stage. They ask you to pray. I will ask you not to be in a hurry to go away. I don't want you to go away immediately. Don't leave the auditorium quite yet. Please stay behind. Please help them find a place somewhere in the auditorium. Don't take them back yet. Don't let them go yet. Let them join us in the conference, because this minister, the person that is going to minister now is pastor W.F. Kumui. God has graced him a lot in supernatural healing, you know, and manifestation of the power of God. You know, you want me to pray for you. You wait till he prays for you. You wait till he prays for you. I will join him, we all pray together, but just today don't miss this one. Because I'm in Ukraine all the time. For him we're happy for the first time. Let me tell you a story. When I was 19 years old, I used to think that the gospel was for Europeans. Like beautiful. I was thinking, you know, maybe there is God, maybe there is no God. You know, I was not a believer. But one day I was watching a TV program. I was watching news, but after the news immediately, there came this program that was being led, I mean, was being where pastor Kumui was preaching. And there, it took my interest to say, how can a dean of mathematics be talking about God? So I wanted to hear. And he was saying, the greatest discovery, he said, as a mathematician, we do research. And the greatest discovery that I've discovered for myself is that this not scientific in the sense of laboratory is the fact that there is God in heaven. But what blew out my mind, yes. Yes. So, now, towards the end of the message, he began to say, you know, every evil is from the enemy and good is from God. And that, you know, God was going to demonstrate that he was a good God to all the people in the stadium. So, sicknesses and weaknesses, they are not from God. God wants to deliver you from them. He demonstrated that in the stadium. I was sitting at home. He demonstrated that because they prayed. And after prayers, people began to come to this stage who were blind, began to see, who were lame, began to walk. So, that happened right before my eyes on television. I said, no, this thing is no joke. This is real. I better do something about it. And after that, as the pastor Kumuai said about God is healing and all the good is from God, they showed in this episode the verse of service. And I sit at home and watch TV. And I saw that pastor Kumuai prayed for people, and people began to come to the stage and tell us about their healing. Someone broke his asses, someone was asleep and began to see. And I sat and watched all of this. So, I said, well, you know, let me just, because he said, if you want to give your life, you know. You know, you have to do some things, you know, repent of your sins. He mentioned a few points. So, I said, I'm not going to repeat the prayers after him right on the, you know, from the screen. I'm going to remember what he said. You know, confess your sins, receive Jesus. So, I remember those three or four points. And I went down, after the program, I went to my room and I said, I'm going to pray on my own. So, I decided to really, from all my heart, repent of all my sins. You know, ask Jesus to come to my heart. And that was when it was like a big light coming to my room. And I felt that something fell off of me, you know, and the rest is history. And then, at the end of the episode, Pastor, I invite all of them to come back with him and on the training again. And then I sat down and sat down and listened to him and thought, well, I think, well, I'll do it for them. я точно не буду но я внимательно послушаю что он говорит и он пока молился я запомнил там три или четыре пункта о чем он молился после окончания передачи я решил все-таки попробовать ну а вдруг я зашел к себе в комнату и решил я сам буду молиться и сам на всякий случай покаюсь во всех своих грехах посмотрим и я молился и покаялся перед богом во всех своих грехах абсолютно искренне и в тот момент я почувствовал как огромный свет наполнил комнату в которой я молился и после этого я решил начать ходить в церковь и я даже не пошел в центральную церковь где пастор кумуи был пастором потому что это было в другом месте в другом штате я просто вошел в одну из дочерних церквей и бегать фасик смол дина турник и конкурент расцепной скала шепта россия и на протяжении шести месяцев я посещал церковь и после этого я уехал учиться в советский союз борисы индача я и и паспорт и нигерия делать very serious about dedication холин с а филифия в год а мэкин но в той церкви в этой дочерней церкви пастора кумуи куда я ходил 6 месяцев они очень серьезно относились и проповедовали о святости о посвящении богу и знаете то что эти люди они настолько искренне и серьезно учили о святости о посвящении это вот эти шесть месяцев всего хождения в церковь они снарядили меня я даже тогда не знал я просто ходил в церковь но потом я понял что эти шесть месяцев бог готовил меня и снаряжал меня чтобы я потом мог выжить в советском союзе потому что тогда я даже не знал что коммунизм настолько ужасен но пастор кумуи сейчас будет проповедовать я его приглашу но я просто хочу сказать вам я лично видел чудеса божьи и знаете даже до того как я еще покаялся и пришел богу бог уже могущественно действовал через пастора кумуи и исцелял людей поэтому я хочу простить вас сейчас после того как вы закончите презентацию прийти и присесть зале и послушать его проповедь и потом я попрошу его помолиться за вас и я также присоединюсь к молитве и вы увидите как могущественно бог будет двигаться вашей жизни наши герои спасибо давайте проводим и помогите мужчине помогите им прайси помогите им прайси помогите им прайси� плыве и аплодисменты им аплодисменты им аплодисменты вам плиз HELP THEM TO LEAVE THE STAGE И давайте пока наши молодогвардейцы спускаются, давайте мы сделаем пожертвование на строительство нашего здания. Библия говорит, что доброхотно дающего любит Бог. И это наше здание, это наша земля.